Пенсионная реформа 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 процентов от фиксированной выплаты. То есть, на мой взгляд, это для сельских жителей, это действительно существенная прибавка. — То есть, получается, 2000 плюс там 5 с чем-то, это вот в районе 8, да, вот это вот, получается? — Нет, 5-5, это она, 5-5, это она, да, 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 конечно. Но фиксированная выплата, еще раз, она у всех одинаковая. А это просто фиксированная выплата, она как для расчета берется вот этой доплаты. — Да, я понимаю. — О каком количестве идет речь? — Так, Николай Владимирович, вот я все-таки уточню. Вы назвали три условия. Первое. Человек отработал в сельской местности не менее 30 лет. Дальше вы говорите, человек живет в сельской местности. — Сейчас. — Это тот человек, который отработал 30 лет и продолжает жить в сельской местности. — Нет. Или нет? — И продолжает жить в сельской местности. Совершенно правильно. — А если он отработал 30 лет на селе и уехал в город? — Это вот мы и будем разбираться. — Погодите, вот тогда уж совсем, раз мы ушли от плана, который себе написал Николай Владимирович, четко по нему шел, давайте разберемся. Я не успела записать. 30 лет и более отработал на селе. — Да. — И дальше. Второе условие. Сейчас на селе живет. Оно должно складываться с первым условием. 30 и более. Или не обязательно. — В момент, когда он обращается за пенсией, либо когда мы без его обращения... То есть вот я должен объяснить, что до 1 января мы провели работу по всем получателям пенсии. Мы из пенсионного дела, лично просмотрев все эти документы, выявили тех, у кого есть первые условия. То есть 30 лет стажа. — 30 и более стажа на селе. — Второе, что этот человек получает пенсию и зарегистрирован в населенном пункте, который относится к сельской местности. — И третий, что он не работает. — Вот эти три условия, но они тоже не так просты, вот как вот сейчас я их перечислил. Почему? А потому что в сельской местности имеют право на эту прибавку только те, кто непосредственно выполнял работу, связанную с сельским хозяйством. Ну, то есть... — Слушайте, вообще разобраться... — Все эти три пункта относятся к людям, которые работали в сельском хозяйстве. — Совершенно правильно. — Так вот, для того, чтобы понимать, кто же имеет право на эту надбавку, было выслушано все предложения, в том числе и Минсельхоза, которые внесли перечень тех специальностей и профессий, которые относятся к сельскому хозяйству. И утвержден этот перечень постановлением правительства в 2018 году номер 1440. 1440. — Много ли таких профессий? — Достаточно много. Я скажу, что там три раздела. Три раздела — это животноводство, растениеводство и рыбоводство. То есть все эти разделы описаны с точки зрения тех учреждений, в которых могли быть такие профессии и сами профессии. Ну, я думаю, что сегодня нет смысла на радио все перечислять, потому что мы весь остальной эфир в принципе и будем перечислять эти профессии. — Тогда, Николай Владимирович, давайте скажем, кто не попадает точно. То есть точно не попадают, вот я смотрю, работники, которые трудились в качестве бухгалтера или экономиста на сельскохозяйственных предприятиях, юристы, если там были юристы какие-то, да, ну вот что такое. — Техслужащие, например. — Вот могу сказать следующее, что вы все профессии, которые перечислили, бухгалтер, он может быть как бухгалтером в сельской местности, так и бухгалтером в городе, правда? — Значит, это относится не к рабочим профессиям, а к инженерно-техническим работникам. В данном случае речь идет о поддержке именно рабочих профессий, которые непосредственно работали в поле, на тракторе, на ферме, выполняли конкретные работы. Ну, правда, там есть и другие профессии, если посмотреть, там есть председатель колхоза, он, это избираемая должность. — Вроде как белый воротничок, получается, среди сельскохозяйственных работников. Как правило, это люди, которые были не просто там, откуда-то, они были из этой же самой рабочей среды. — Выросли. — Поэтому действительно возникают вопросы. Вот если мы уже переходим к этому, то к этому разделу, то должны совершенно четко понимать, что этот перечень профессий, который был утвержден в 2018 году, он является для нас основой для первичного принятия решений. Почему я говорю для первичного принятия решений? Потому что, к большому сожалению, в ряде хозяйств перечень профессий, ну, вот как вот написал работник кадровой службы, как он понимал... — В свое время в трудовой книжке, да? — Да, так, и этот человек так и приходит. А в перечне профессий этой профессии нет. — И что вы делаете? — Тогда появляется некое новое, так сказать, там наименование. Это работник, как он называется-то у нас? — Полина Юрьевна. — Общих там этих самых профессий. — Прочие рабочие. — Прочие рабочие. И вот по этому пункту мы можем определить, если смотрим документы, какую он работу выполнял, и на самом деле она относится к работе в сельском хозяйстве. Ну, условно говоря, может быть слесарь, а может быть слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин. Вот если мы находим это подтверждение, то значит, мы, естественно, эти документы принимаем. — То есть слесарь, который работал и чинил, и чинил там, не знаю, что в доме, в доме, в офисе и где угодно, он не относится к вот этому списку рабочих сельскохозяйственных профессий? — Да, точно так же, как не относится, вот мы уже перечислили бухгалтеры, экономисты и так далее. — А Николай Владимирович, агроном, например, относится? То есть вроде работа-то такая вот... — Агроном относится, потому что агроном как раз работал в поле. — А, ну, естественно. — Может быть, не руками. — Да, ну, почему не руками? Значит, там есть водитель автомобиля, он тоже вроде бы там ногами тоже работал. — Вот, кстати, водитель автомобиля, который возил бухгалтера. — Ну, бухгалтера там чаще всего никто не возил, а там возили, если это, наверное, председатель колхоза, и может быть тогда. — А если он не работал, водитель на тракторе, не работал на грузовике, а работал на легковом автомобиле? — И возил председателя колхоза. — Это мы должны, опять же, смотреть по документам. — То есть в каждом конкретном случае? — Конечно. — Здесь очень много обращений, я думаю, что тогда в этом случае. Здесь важно. Итак, еще раз вывод, для того, чтобы все услышали. Когда мы говорим об условиях выхода на пенсию для жителей сельской местности и о льготах жителям сельской местности по пенсии, там, начислениях, то мы говорим только о тех профессиях, которые непосредственно в сельском хозяйстве реализовывались. — Да, были задействованы. — Ни об учителях, ни о том другом. — У учителей у нас, которые в сельской местности, там и так есть льготные условия. — Отдельные. — Да, отдельные условия. То есть они и раньше были, а вот по работникам непосредственно сельского хозяйства Никогда никаких условий дополнительных не было. Работники сельского хозяйства в центре внимания у нас сегодня. Прервемся на полминуты, у нас перерыв, и продолжим разговор с Николаем Пасанковым и Полиной Рубцовой. Итак, мы продолжаем свой ликбез по пенсионной реформе. Сегодня у нас в фокусе внимания те, кто трудился на селе, на земле, кто 30 и более лет отработал в сельском хозяйстве и сейчас живет на селе и не работает на пенсии. Вот у нас какая категория. Сегодня это очень четко мы проговорили. И здесь, на самом деле, раз мы вот так вот задели кончиком в перерыве историю с теми, вот Аня задала вопрос, с теми, кто работал на селе, отработал 30 лет, вышел на пенсию, пенсию стал получать. Или собирается выходить. Со льготами, которые вот сейчас мы говорим, плюс 25% к фиксированной выплате, но уехал в город. Где этим переехал? И вот тут Полина Яринова сказала, что произойдет. Да, мы пересмотрим в меньшую сторону, уберем это повышение. То есть, если ты переехал в город, то это твоя 25% надбавка ликвидируется? Ликвидируется. Света, тут интересно вот что. Дело в том, что переезжаешь ты не только в город. Я так понимаю, что к сельским территориям ведь относится не только Киров. К сельским территориям не относится вообще. Нет, к сельским территориям не только Киров городская территория. То есть, я так понимаю, что к сельской местности, например, не относятся поселки городского типа. И эти вопросы вам задают. Задают. Тоже не относятся. Поселки городского типа не считаются. Что конкретно людей тревожит, когда они говорят, ну как же так, у нас тоже там сельское хозяйство, у нас тоже там колхозы, совхозы и прочее, а вы нам не начисляете. Говорят так, наверное, да? Конечно, конечно, говорят. Говорят, что всю жизнь прожили, вроде работали в колхозе. Непростая была работа. А потом вдруг поселок стал не поселком, а поселком городского типа. И люди разом лишились возможности вот этой льготной доплаты. И особенно остро этот вопрос стоит сейчас. Вот что на общественной палате мы обсуждали, что в Кирове, в Кировской области происходит сейчас административная реформа. Административная реформа. Вот это по объединению и образованию городских округов. Совершенно верно. И теперь очень многие сельские пункты станут городскими. Вот вы очень правильный вопрос задаете. Дело в том, что пенсионный фонд, он призван и имеет такие полномочия выполнять действующее законодательство. И мы выполняем это действующее законодательство так, как оно написано. В том числе применительно к оценке тех населенных пунктов, к чему они относятся. То, что касается административной реформы, эти вопросы решает соответствующий субъект Российской Федерации. Правительство Кировской области. Да, совершенно правильно. Но такие решения, как я правильно понимаю, они проходят в том числе после общественных слушаний. И, возможно, этот вопрос до принятия решения о выделении новой такой категории, что рабочие профессии сельского хозяйства могут иметь право на дополнительную пенсию, он, наверное, при предыдущих решениях не рассматривался. И, на мой взгляд, он должен рассматриваться в том числе, а какие будут последствия для тех, кто проживает в этих населенных пунктах в связи с изменением статуса населенного пункта. Но в данном случае мы пользуемся именно тем документом, который определяет статус населенного пункта. И в том числе видим, где этот человек сегодня зарегистрирован, потому что у нас такие данные есть. И, естественно, выполняем нормы закона с учетом его местоположения. Поэтому вот здесь мы ставим точку с этим вопросом, с определением статуса поселения, потому что это не в зоне ответственности пенсионного фонда. Но мы обещаем нашим слушателям, что мы обязательно обсудим этот вопрос в другой программе с теми, кто отвечает за это. Потому что в чем здесь важность? Люди работали в тех же условиях, и, возможно, даже с проведением реформы административной и образованием вот этих городских округов условия их жизни не изменятся, они ничем не будут отличаться от сельских условий, только статус поменяется. И в таком случае действительно вопрос, а, собственно говоря, почему люди должны терять свою пенсию? Но если с преобразованием в городские округа как-то значимо, значительно изменятся условия жизни, они приглядятся к городским, какие-то будут, я не знаю, там, преференции, льготы, условия, тогда уже можно будет обсуждать. Пока что проблема состоит именно в том, что эксперты считают, что ничего не меняется в жизни людей, кроме вот номенклатурных каких-то вещей. Но административных. Да, это не вопрос сегодняшней программы, но мы обещаем, Саня, что мы разберем его. Поехали дальше. Итак, мы остановились с вами на прибавке к фиксированной выплате. Напоминаем, что среднефиксированная выплата в сельской местности 5334 рубля. И мы говорим, что если исполняются все три условия, 30 лет стажа, проживание сейчас в сельской местности и выход на пенсию, то в среднем... То прибавка около 2000. Да, 25% от фиксированной выплаты. Совершенно правильно. Итак, значит, вот чтобы завершить тему все-таки перечня профессий, я должен сказать, что этот перечень профессий, он является приложением, уже называло это постановление правительства, номер 1440, он находится на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации. То есть, кроме этого, мы направили эту информацию во все наши территориальные органы. Мы провели максимальное количество встреч в тех учреждениях, которые заинтересованы были в том, чтобы мы разъяснили, и продолжаем эту работу дальше. Но если кому-то станет интересно самому лично познакомиться, что в этом перечне находится, есть адрес сайта Пенсионного фонда Российской Федерации, где все эти документы представлены. Ну, я вот сейчас даже не на сайте Пенсионного фонда, я должна сказать, что в интернете тоже это можно найти, там и на других тоже таких консультирующих сайтах, да. Я вижу, открыла этот перечень, что, например... Вы знаете, я... Я понимаю, да. Немножко вы предоставили, как это... А вдруг это неправильно. Дело в том, что мы сейчас в современном развитии информационного пространства имеем некоторые сайты-клоны, которые не совсем достоверно представляют информацию. Да, совершенно правильно. Ну, хорошо, ладно, это не важно. Пусть все идут на сайт Пенсионного фонда. Поэтому вот если хотят достоверно увидеть, то на сайт Пенсионного фонда. Мы там гарантируем, что там вся информация достоверна. Да, я почему сказала про то, что это не ваш сайт, потому что я хотела спросить, так ли это. Смотрите, я читаю в перечне профессии. Вот какие профессии. Главный энергетик, главный гидротехник, геодезист, гидрогеолог. Это все находится вот в разделе животноводства. Получается, что люди таких профессий, которые редкими кажутся в нашем сельском хозяйстве, тоже имеют право на льгот. Конечно. Вы знаете, это вот не просто перечень, который кто-то придумал, да? Это перечень, который соответствующее профильное министерство собирало в течение определенного времени и фиксировало именно в этом перечне, который утвержден в представлении правительства. Вы знаете, это серьезная работа была проведена. Это не просто так вот этот перечень. Может быть, есть, я уже об этом говорил, что может быть, есть в записях, в трудовых книжках, особенно в предыдущие периоды, есть несоответствие. Но есть такая форма работы, как определение тождественности профессии. И вот эта работа в том числе продолжается сейчас. Должен сказать о том, что по состоянию на 1 января у нас было 13 600 примерно получателей вот этой надбавки. Но в течение января месяца мы уже приняли решение и приняли документы еще от 260 граждан. То есть нельзя сказать, что это вот исчерпывающее количество, которому мы назначили вот эту надбавку. В течение года до 31 декабря, если гражданин представит документы, которых у нас не было, допустим, в его пенсионном деле, которые подтвердят, что он имеет такой стаж, который относится к сельскому хозяйству, именно рабочим профессиям, то мы, естественно, принимаем эти документы, начисляем ему эту надбавку, если он проживает опять же в сельской местности, и выплачиваем ее, начиная с 1 января текущего года. Если он даже обратится и представит документы 31 декабря 2019 года, за весь год он получит эту дополнительную надбавку. Еще, Николай Владимирович, хотел о вас спросить. В этом же перечне вижу пункт такой рабочий всех наименований. Вот это очень общая такая история. Давайте мы хотя бы людям направление дадим подумать, могут они относиться вот к этой категории или нет. Но вдруг они там не обратились ни в чем-то. Вот мы начали об этом говорить. Да, да, начали об этом говорить. Я просто формулировку несколько как-то так растерялся. Что такое рабочие всех наименований? Значит, вот я уже сказал, что в этом перечне есть три раздела, которые относятся к растеневодству, животноводству и рыбоводству. Так вот, перечне всех наименований рабочих профессий, которые могут там быть не поименованы, но из документов явно понятно, что это рабочая профессия именно, ну скажем, в растеневодстве. Еще раз, мы вернулись в той же истории. Не в офисе человек сидел, а работал в поле. Совершенно правильно. На пруду, на реке и прочее. Но в трудовой книжке у него записано такое, чего нет в этом самом перечне. Все, все, пояснили, все понятно. Хорошо. Хорошо, смотрите, здесь есть какие-то еще нюансы по поводу стажа работы до 92-го года и после 92-го года. Что это за история такая? Совершенно правильно. Дело в том, что до 92-го года, ну вообще до 90-х лет у нас был Советский Союз, да, и у нас было другое совершенно пенсионное законодательство. В 91-м году был принят другой закон, и вот период до принятия этого закона весь или все виды деятельности, которые были задействованы в сельском хозяйстве, ну прямо скажу, в том числе и бухгалтер-экономист, будут зачтены в этот самый стаж. И мы зачли в этот самый стаж до 92-го года. Это напрямую указано в данном постановлении. Мы обязаны принять этот стаж при том действующем законодательстве, который распространялся на всех граждан Советского Союза. Поэтому у нас там не было персонифицированного учета, кто какой деятельностью занимался, а сейчас он у нас есть. То есть все, кто жил на селе, кем бы он ни работал, будут зачтены в стаж людей по сельскохозяйственной профессии. Единственное, что он должен был работать в предприятии, учреждениях сельского хозяйства разных форм собственности, неважно какой. Это может быть колхоз, может быть совхоз, может быть какая-то артель там и так далее. Но он работал не, скажем, не в клубе, а вот именно в этом хозяйстве, которое относится к сельскохозяйственной. То есть не привязано к должности, не привязывается к должности, а только к факту работы в колхозе, ну в сельской местности. Тут есть еще несколько таких важных, как мне кажется, уточнений. Во-первых, что включается вот в этот 30-летний трудовой стаж, помимо непосредственной работы. То есть я вижу, что периоды ухода за ребенком до полутора лет, не более шести лет суммарно, на одного родителя. Вот в этот стаж 30-летний тоже могут быть включены. Периоды получения пособия по временной нетрудоспособности, если человек болеет. Периоды оплачиваемых отпусков, основного и дополнительных. Что еще? Или вот это вот только три секунды? Нет, это исчерпывающий перечень. Значит, мы сейчас говорим о том, что есть так называемые страховые и нестраховые периоды. А что понимается под страховым периодом или трудовым стажем? Страховой стаж – это когда человек выполняет свои трудовые обязательства по трудовому договору, и за него начисляются страховые взносы, то есть формируются пенсионные права. А не страховые – это когда стаж служит в армии или учится в университете. То есть за этот период у него не начисляются страховые взносы и не формируются его пенсионные права. Или сидит без работы, получая пособие по безработице, но находясь в сельской местности при этом. Это тоже не включается в трудовой стаж. Ну, если он находится по безработице, неважно где, в селе или в городе, не включается. Включаются только те периоды, которые вы перечислили. На самом деле это временная нетрудоспособность. Ведь человек в это время, у него есть трудовой договор, он не может выполнять в следствии болезни или еще каких-то обстоятельств. А вот служба в армии для мужчин, к сожалению, она не входит в этот стаж. Точно так же эти нестраховые периоды, вот если говорить о всех изменениях, которые произошли у нас с 1 января. Как вы знаете, у нас есть право на досрочный выход на пенсию. Если у женщины есть 37 лет стажа, а у мужчины 42. Так вот, в эти 37 и 42 тоже нестраховые периоды вообще никакие не входят. То есть, почему такие решения были приняты? Это были приняты решения по сельскому хозяйству, конечно же, поддержать тех, кто работает на селе. Вот я сам детство провел в селе, и я представляю себе, что существенно отличается жизнь человека на селе и в городе. И вот в этой связи, чтобы каким-то образом поддержать и закрепить людей на селе, и, собственно, вводится такая категория. Точно так же выход на досрочную пенсию предлагается тем, кто действительно очень большое количество времени работал. На станке, в поле и так далее. То есть, это мера для того, чтобы поддержать человека труда. Прервемся на полторы минуты у нас реклама и продолжим разговор с нашими гостями из Пенсионного фонда. Николай Пасынков, управляющий отделением Пенсионного фонда России по Кировской области. И Полина Рубцова, начальник отдела назначения пенсии отделения Пенсионного фонда России по Кировской области у нас в студии. Мы фокусируемся сегодня в нашей программе на пенсии для жителей сельской местности, работающих в сельскохозяйственных предприятиях или работавших в сельскохозяйственных предприятиях. Вот у меня есть такой вопрос. Количество пенсионеров, которые к этой категории принадлежат или будут принадлежать, оно как-то прогнозируется? Вы считаете, оно уменьшаться будет с годами, увеличиваться? Ведь когда мы... Это цифры, это деньги. Прогнозы какие-то. Да, наверняка прогнозы строятся. Если да, то хотелось бы понять все-таки, какова тенденция и что вы рассчитываете в перспективе 5-10 лет. Ну, во-первых, начнем с сегодняшних цифр. Эта цифра по Кировской области, тем, кто получает эту надбавку, приближается к 14 тысячам. Много это или мало? Если мы возьмем от общего количества получателей пенсии в Кировской области, это 440 тысяч человек. Ну, если возьмем, кто получает пенсию, связанную с трудовой деятельностью, это чуть больше 400 тысяч. Это примерно 407 тысяч, да? Ну, естественно, эта цифра очень невелика. Ну, получается 1-2 процента, вот так где-то, да? Ну, да. От общего числа пенсионеров. Но это не значит, что это общее количество тех людей, которые работали в сельском хозяйстве. Как мы уже с вами выяснили, то есть надо иметь 30 лет стажа. Конечно же, в сельском хозяйстве занято гораздо больше граждан, чем вот те 14 тысяч, о которых мы говорим. Но это только те, которые сегодня достигли пенсионного возраста или которые уже получают пенсию. Я не могу сказать, какое количество это будет в ближайшее время. Но, на мой взгляд, это будет примерно цифра устойчивая вот в этом пределе 14-15 тысяч. Потому что, ну, к сожалению, так жизнь устроена, что мы и вновь назначаем пенсию. И, к сожалению, у нас люди уходят из жизни, да? То есть у нас с точки зрения демографии, а демография в данном случае в пенсионной системе является основой вообще всей пенсионной системы. А в демографии у нас есть такие периоды, когда увеличивается количество какого-то возраста людей или уменьшается. То есть вот это непостоянное количество. И в этой связи целый нужно провести комплексное исследование. Есть такие актуарные расчеты, чтобы ответить на ваш вопрос. Вот сколько будет получателей пенсии именно вот этой надбавки через такое количество лет? Это нужно проанализировать очень много показателей для того, чтобы ответить более-менее точно. Но, на мой взгляд, оно будет вот в пределах того количества, которое есть сейчас. Почему? Потому что выходят вновь на пенсию и, к сожалению, как я говорю, что уходят в мир иной. Ну, мне кажется, сложно, конечно же, прогнозировать, останется человек жить на селе или все-таки переедет до того, что у каждого свои обстоятельства. Это вопрос комплексного прогноза. Это ведь не только прогноз демографический пенсионный, это экономика прежде всего. Конечно. По пенсионным делам, по документам, которые в них имеются, мы с 1 января 2019-го пересчитали всем, у кого есть 30 лет. Начиная с 1 января, конечно, люди обращаются. То есть мы посмотрели документы, либо стажа не хватает, либо не соответствует должность. Человек, конечно, обращается, предоставляет какие-то документы эти же, может, трудовую книжку колхозника, которую он, может, нам не представлял. Может, какие-то справки мы дополнительно рассматриваем и принимаем соответствующие решения. То есть шаги такие. Человек должен понять, весь ли комплект документов, скажем так, имеется у вас. Если чего-то нет, он должен, может быть, он это найдет, но просто вот все эти документы, старые трудовые книжки, еще что-то, это вот лежит где-то дома в дальнем уголочке у кого-то, и все забыли про него. Потом он думает, если у меня там не хватает года, двух, трех, дай-ка я посмотрю, что-то там у меня было. Может быть, я найду подтверждение и встальзу. Еще есть, извиняюсь, есть еще категория, которая дорабатывает на сегодняшний день. То есть, может, на январь у него не было 30, там было 29, он сейчас дорабатывает, он также обращается, и мы ему делаем решение. А вот это еще важно. Смотрите, у человека подходит уже календарный его, условно говоря, возраст, да, и календарные его права выхода на пенсию по возрасту. И он понимает, что 30 лет сельскохозяйственного стажа он не добирает, и есть возможность остаться работать. Он ценный специалист, ему говорят, оставайтесь. Он может остаться доработать, выработать эти 30 лет, и тогда он будет иметь право на надбавку. Конечно, конечно, да. Мы сделаем ему надбавку. Чуть позднее, но сделаем. Да, вот про то, что Аня говорила. Перечень документов, принимаемых, подтверждение стажа работы в сельском хозяйстве, он есть на сайте Пенсионного фонда? Вот эти справочки все, как они назывались в какие-то годы? Нет, конечно, на сайте только есть утвержденные документы, а так, видите ли, мы все застрахованные лица, мы прожили всю свою жизнь, мы имеем все свои документы, то есть какие-то справки, может быть, какие-то архивные документы, у каждого все свое. Ну вот смотрите, какая ситуация. И списка, конечно, на сайте такого быть не может. Это может быть только у гражданина. Перед эфиром мы с вами обсуждали эту историю, да, 90-е годы, мы все помним, что там было, там и предприятия открывались, закрывались, меняли название, все что угодно. У человека нет подтверждения, что он там, например, работал, да, и как-то вот он какой-то документ взять, он не знает, где, куда, где может храниться вот это вот сведение о том, что он действительно там работал. Может быть, или всерина, а вот свидетельские показания не принимаются? Ну, если да, вот есть свидетели приходят. Пока свидетельские показания. Свидетельские показания, вещь, конечно, серьезная. Здесь не только, чтобы мы привели, например, двух свидетелей, что вот, да, действительно, вот она с нами работала. Дело в том, что у этих людей, у свидетелей должно быть документально подтверждены те периоды, которые... Что они работали, да, они работали, конечно. И это можно, да, вот если эти люди... Но здесь правилами именно по сельскому стажу это не предусмотрено. К сожалению, потому что времена-то были такие смутные, действительно, 90-е, и вот Аня совершенно права. Менялись формы собственной, стелялись все документы, у людей были провалы в стажах, но здесь пока неприменима эта норма. Да, да, это к общему стажу. Ну, вот я хотел бы продолжить немножко эту тему, да, вот на самом деле надо разделить всех получателей пенсии на две категории. И те, которые сейчас уже получают пенсию, и те, кто будет получать пенсию. Вот сейчас Полина Юрьевна рассказала о тех, кто сейчас получает пенсию. На самом деле мы провели там очень серьезную работу для выявления этого стажа. То есть без посещения гражданина. Но те люди, которые будут выходить на пенсию, у нас есть такая форма работы, как заблаговременная работа. То есть мы за год до наступления пенсионного возраста приглашаем этого человека и исследуем абсолютно все, что у него есть. И пытаемся помочь найти те документы, о которых он заявляет, о тех периодах, если у него таких документов нет. То есть обращаясь в те организации, которые могут обладать этой информацией. То есть мы, как это называется, проактивно в данном случае ведем работу для того, чтобы заблаговременно заранее те вопросы, которые могут возникнуть у человека, их решить. Но вот мы понимаем, что все-таки 30 лет стаж немаленький, в сельской местности тяжелый труд. И наверняка ведутся разговоры о том, чтобы сделать послабление по количеству отработанных лет. Задают такие вопросы. Я знаю вам, в пенсионный фонд будет ли снижение не 30, например, а 25? Нам трудно сказать и комментировать этот вопрос. Мы знаем, что он находится в компетенции именно правительства Российской Федерации. Это уже федеральный уровень. Это федеральный уровень. То есть мы такого решения не принимаем. Есть закон, есть постановление правительства, мы его исполняем. Если будут какие-то решения, вы узнаете об этом первые. Внутри этой пенсионной системы все равно же, наверное, какие-то разговоры идут. Как-то вы с коллегами, может быть, обмениваете с мнением, с экспертами. Что люди говорят? Пенсионная система здесь никак не может. Нет, мы исполняем действующие законы. Кто может? Это могут выходить, опять же, с предложениями муниципальной думы, или выходить на ОЗС, или выходить на депутатов государственной думы в регионе. А у нас есть сельскохозяйственный депутат. Я не знаю, к сельскому хозяйству, насколько он прямое отношение имеет. Но к садоводству точно. Это тоже отчасти сельское хозяйство. Он ни разу у нас не был, кстати. Не был. Ни в особом, ни в дневном развороте никак не приходит этот депутат государственной думы. Олег Валенчук, да. Да, Олег Валенчук. А очень хотелось бы ему этот вопрос задать, потому что вот это его сфера делится. Олег Гудрянович, вот у нас такой вопрос к вам. Что вы думаете по поводу пенсионного возраста жителей сельской местности? Хотелось бы на эту тему порассуждать. Если вы нас услышите как-нибудь, наверняка услышите, мы вас приглашаем в эфир. Ну, смотрите, время программы нашей подошло к концу. Давайте повторим, что мы вот такой ликбез пенсионный будем делать раз в месяц. В программе «Дневной разворот». Будем брать локальные вопросы. Хорошо, мне кажется, мы сегодня разобрали. Я для себя записала всего, и даже в голове у меня уложилось все. И самое-то главное, вот я для себя сделала, что нужно, и пенсионный фонд проактивен, он сам разыскивает людей, сам помогает им приходить, собирать документы и прочее. И бояться не нужно, что ты что-то пропустил, надо прийти в пенсионный фонд и с ним работать. Даже в процессе могут возникнуть какие-то обстоятельства, когда вы найдете нужный документ и сможете пересчитать. У нас две темы. Это Олег Валенчук с его мнением по поводу пенсионных параметров для сельской местности. И вторая тема, которую мы хотим, Саня, разобрать, исходя из этого эфира, это городские округа, предстоящая административная реформа, как она скажется на сельских жителей. И их пенсии. Спасибо. Николай Басенков, Полина Рубцова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова